Александр Иванович по рекомендации доктора проходит ЭКГ несколько раз в год. При его заболевании это необходимо. У сахарного диабета множество разных сопутствующих диагнозов, в том числе из ряда сердечно-сосудистых. Медики констатируют, в последние годы болезни сердца стабильно лидируют в числе других. И именно диспансеризация населения на ранней стадии выявляет риск развития подобных заболеваний. Помолодели сердечно-сосудистые заболевания. В молодом возрасте случаются инфаркты, даже инсульты случаются. При подозрении на какое-то отклонение в здоровье мы стараемся всегда учесть и направить на те обследования, которые даже не входят в рамки диспансеризации. Проверить работу сердца в рамках диспансеризации предлагается мужчинам старше 36 лет и женщинам после 45. Но в случаях, если существуют риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, то ЭКГ могут назначить и в более раннем возрасте. Кстати, 24 сентября будут работать сразу два кабинета ЭКГ для удобства пациентов. К слову, за предыдущие единые дни диспансеризации осмотр прошли порядка 3000 человек. В предстоящую субботу сотрудники поликлиники также ждут всех желающих проверить здоровье. Поликлиника будет работать с 8 часов до 15. Мы будем принимать население. Службы все будут работать в штатном режиме. Постараемся создать бесочередность прохождения диспансеризации. Здоровье дороже богатства, гласит народная мудрость. И беречь его надо с молоду. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ.